всем добрый день сегодняшнее занятие это у нас зефирная флористика будем делать с вами зефир в рожках еще раз всем добрый день и будем делать сегодня зефирные цветы именно в рожках и так что нам для работы сегодня с вами понадобится это ручной миксер будем работать ручным миксером потому что я хочу чтобы вы увидели что это все реально и у всех начинающих все обязательно получится а вот для этого нам понадобится емкость для взбивания если это будет маленькое количество конечно нам нужно брать соответствующая диаметра у меня 20 сантиметров емкость она немножко заужена да так как видите это очень важное значение потому что мы будем взбивать очень маленькое количество и если вы для маленького количества зефира будете брать огромную миску огромную тару то у вас будет все просто разбрызгиваться по стенкам и у вас ничего не получится это очень важный момент точно так же если мы будем взбивать маленькую порцию допустим в планетарном миксере да тоже очень плохо не все миксеры могут потянуть маленькую порцию не у всех венчики достают до дна вот какой у нас сегодня зефир по плану мы сегодня будем готовить зефир по классической технологии это зефир на джеме на готовом на покупном джеме который можно купить в магазинах с этим проблем у вас не будет и так что мы будем с вами делать я сейчас кратко расскажу мы сразу приступим с вами к работе чтобы мы не теряли время мы должны с вами взбить меренгу меренга будет из чего состоять из белка и из джема джем обязательно мы протираем через мелкое сито сегодня буду готовить на вот таком вот джеме его можно купить в самом ближайшем для вас магазине супермаркете вот с этим трудности не будут если найдете другой фирмы джем без проблем используйте его и так что у нас содержится в да в нашем джеме сейчас сконцентрируемся и посмотрим он у нас на пектине пектин у нас загуститель который загущает наше фруктовое пюре у вас постоянно скажем так будет стабильный результат вот это для тех рецепт кто еще совсем не не знаком ни с зефиром и не знаком как заготавливать и яблочное пюре правильно и заготавливать как правильно заготовить ягодные пюре да это прекрасный вариант именно для вас вот дальше что мы будем делать лимонную кислоту мы добавляем по вкусу я не люблю приторный зефир поэтому я всегда добавляю лимонную кислоту обязательно не хотите не добавляйте в сироп в сотейнике с толстым дном и что будем делать мы будем варить в нам нужно добавить воду плюс агар довести это все до гелевого состояния а чтоб нам раскрыть желирующие свойства нашего агара далее мы добавляем сюда 50 грамм либо инвертного либо глюкозного сиропа у кого что есть вот и добавляем сахар таким образом мы с вами будем варить а сироп сироп в идеале нужно варить до 110 градусов это у кого есть градусник у кого градусника нету будет сейчас буду показывать как это все сделать нам без градусника и так что нам понадобится в первую очередь чтобы мы не теряли время нам нужно сварить с вами сироп для того чтобы его сварить нам нужно взять толстостенную посуду желательно если ее нету ну уж так случилось да нету ну нету так не туда можно варить без толстостены только обязательно вы должны постоянно повешивать ваш сироп для того для чего это нужно делать а потому что у агара есть такие свойства что нам при скажем так пригорает прицепляется к стенками ко дну нашей посуды и он может пригорать вот поэтому его нужно постоянно мешать для этого я добавляю воду плюс агар вода холодная плюс сюда добавляем наш агарчик агар это жилирующее вещество которое добывают из водорослей вот и у него очень сильное жилирующее свойство которое измеряем измеряется в силе blue bluma что такое какая сила бывает на каких агарах в основном работаю я это агар 900 и он продается во всех магазинах для кондитеров вот и что мы можем про него знать что у него в основном до самые такие что встречается наиболее распространенное это сила 900 и 1200 так вот в рецептуре если у вас указан агарчик 900 это мы готовим ну соответственно добавляем да так какое количество а вот например для меня для вот этой вот рецептуры у меня все рассчитано да я добавляю 5 грамм агара силы 900 блюм а если это сила агара 1200 то мне его конечно же нужно положить меньше 4 грамма вот какой бывает еще агар на вот таком вот работаю агар очень нравится это изготовитель испания и сила у него 1200 как вы видите этот этот очень хороший агар вот поэтому на каком вы будете работать какой найдете на таком и работайте да вот что мы можем что нам нужно сделать да нам нужно поставить это все на плиту начинаем наше нагревание постоянно будем помешивать чтобы у нас ничего там не пригорело нам нужно довести воду плюс агар до такого состояния как гелеобразного как киселеобразное состояние то есть нам нужно раскрыть желирующие свойства нашего агара далее в бежу для взбивания либо же в емкость а для взбивания мы добавляем белок белок обязательно яйца перед тем как мы используем да и для белковых кремов и для зефира а в том числе нам нужно их обязательно обработать это очень важный пункт чтоб нам их обеззаразить это можно делать и в содовом растворе то есть яйца залить тепленькой водичкой поставить дать постоять нашим яйцам и добавить туда одну-две столовые ложки соды дать постоять 20 минут промыть это все под проточной водой далее залить крутым кипятком сразу же этот крутой кипяток сливаем чтобы у нас не произошла денатурация белка которая происходит в белках уже при температуре 70 градусов до что у нас белок не сварился вот и далее мы после того как слили этот крутой кипяток мы начинаем высушивать наши яйца хлопковыми бумажными полотенцами у кого что есть и когда у нас уже яйца будут обработаны сухие мы начинаем отделять белок от желтка ни в коем случае чтоб в белок не попала ни капельки желтка это очень важный момент если вдруг попадет хоть капелька желтка а желток это жир который будет препятствовать взбиванию хорошему взбиванию наших белков и препятствовать пенообразованию вот у вас ничего не получится поэтому лучше убрать этот белок использовать для выпечки до которых который попался желточек вот и использовать уже новый в идеале лучше брать конечно же теплый белок он намного быстрее и лучше взбивается вот и что мы добавляем сюда мы добавляем и добавляем сюда джем джем они бывают разные да может быть и смородина и клубника в клубнике малине попадаются косточки а если вы работаете с насадками если вы будете делать цветы и насадки слишком заужены то лучше всего перетирать джем через мелкое сито точно так же это очень важный пункт бывает так что попадается в джемах вишневым например в смородины там попадается прям кусочки ягод вот так чтобы у нас не произошло потом никаких сюрпризов нам нужно конечно же это все протереть через сито я постепенно помешиваю а как водичка у меня варится буквально на таком на среднем огне и уже прям хотя он еще не доваренный уже прям появляется такая консистенция как киселя у нас должна быть с вами консистенция как деле наши скажем так сироп вот этот вот агаровой должен тянуться прям ниточкой спадать еще раз повторюсь что только что присоединяется присоединился и не слышал мы будем варить с вами без градусника буду показывать как мы можем ориентироваться по температуре узнать когда будет температура нашего сиропа готова для того чтобы говорить наше белок вместе вот ну и сейчас покажу какая консистенция у нас уже получается видно что с ложки стекает не прям вода да а такое вот гелеобразное состояние можно еще конечно проварить для того чтобы видно да что это не как водичка стекает вот такая вот как висячие капельки можно конечно еще провалить состояние геля вот но я на этом этапе уже добавлять сахар плюс сироп глюкозы сейчас очень подробно расскажу тоже для чего это все нужно вот такое вот состояние да то есть мы раскрываем желирующие свойства нашего агарчика на этом этапе если вдруг вы только купили ваш агар и не знаете хорошим у вас или не хорош вы можете сразу проверить водичка плюс агар смешали проварили если у вас получится вот такое вот гелевое состояние значит ваш хороший вы можете смело готовить зефирчик добавляем сюда порцию сахара который у нас по рецептуре и добавляем сюда сироп глюкозы я буду сегодня пользоваться сиропом глюкозы его можно купить в абсолютно в любом с этим проблем нету магазине для кондитеров либо же вы если у вас нету возможности да возможно вы живете не в том месте где можно и возможно он у вас просто закончился и нету возможности поехать купить что мы делаем мы готовим это все на инвертном сиропе вот у нас две столовые ложки это и будет 50 грамм сейчас добавлю сироп помешаем это все и будем варить так вот инвертный сироп мы можем сварить домашних условиях очень легко и просто для этого нам понадобится только напоминает он по консистенции как жидкий мед можно его хранить долго при комнатной температуре что нужно для его приготовления нам нужно всего лишь сахар лимонная кислота вода и сода все те пищевые продукты которые есть дома у каждой домохозяйки даже да вот ставим это все на средний огонь и приступим с вами к взбиванию буду сейчас рассказывать для чего нам нужен инвертный либо же глюкозный сироп он нужен для того чтобы продлить срок годности во первых нашего зефира глюкозный сироп либо же инвертный сироп он удерживает влагу зефире и препятствует засахариванию то есть на нашем зефире наш зефир не будет покрываться а сахаристой корочкой если мы в него добавим инвертный либо же если вдруг так получается что ну нет у вас не глюкозного не инвертного допустим сейчас мы решили прям готовить ничего страшного готовьте без него только единственный до момент что вам нужно его съесть ваш зефирчик будет в течение трех дней то есть если вы готовите пожалуйста готовьте без инвертного без глюкозного эту часть которая нас идет до по рецептуре 50 грамм можно смело заменить просто обычный это только влияет на срок годности если мы добавляем наш зефир при приготовлении инвертный либо глюкозный сироп срок годности нашего зефира продлевается до 7 7 все зависит от температуры до и условий хранения вообще вот дальше что мы будем делать у нас сиропчик закипает я сейчас поставлю это все на средний огонь одной рукой буду помешивать одной рукой буду взбивать для того чтобы помешивать глюкозный точнее сироп можно брать венчики так как этот у меня достаточно маленький сотейник и здесь такой тяжелый большой венчик он просто выпадает поэтому мне удобнее всего мешать просто обычной ложкой вот поэтому если у вас дома даже нет каких-то специальных приспособлений инструментов даже посуды до соответствующего страшного самое главное чтобы у вас был агар и самое главное чтобы у вас был ручной миксер давайте пройдемся по поводу миксера какой нам миксер понадобится у меня миксер мощностью 450 у меня есть девочки на курсе которые взбивают с легкостью зефир у которых мощность всего лишь 350 то есть миксеру микси рознь да а почему потому что написать можно что угодно а на самом деле он может очень хорошо работать вот теперь мы начинаем взбивать сиропчик активно закипел я уменьшаю нагрев а вот и начинаю потихонечку взбивать на самой медленной скорости белок плюс джем плюс лимонная кислота лимонную кислоту я положила уже в джем почему мы начинаем взбивать именно на самой такой медленной скорости все потому что нам нужно раскрутить вот эти стирали образные цепи которые соединения которые находятся в нашем вилочке и если мы будем выполнять все правильно если мы будем готовить все правильно по технологии то у нас даже будет наш зефир намного пышнее и плотнее масса получится чем нежели мы взбивали бы сразу на огромной скорости вот когда появляется вот такая вот как бы как мыльная пьянка можно сказать да на этом этапе мы можем с вами увеличивать скорость нашего миксера я сейчас увеличу буквально до троечки таким образом взбиваем у нас начинает хорошо уже так сбились как-то сокращение сейчас немножечко пока наш штатив чтобы у нас ничего здесь не упала вот чтоб всем было все хорошенько видно сейчас я ровненько все закреплю вот и мы продолжим с вами взбивание вот теперь на этом этапе когда у нас такая вот смотрите я сейчас подбилась легкая такая пенка вот видно что прям уже началось все до наш белок разжижился и начинает появляется вот такая вот легкая пена еще и называют мыльная пенка вот поэтому на этом этапе мы можем включать наш миксер на всю мощность и продолжать взбивание обязательно следим за нашим сиропом сиропчик варится если вдруг происходит так что сироп намного быстрее готов чем взбиты белки то ничего страшного мы можем отставить наш сиропчик в сторону выключить его и когда у нас белок будет вообще до старых сбит либо же на данный момент мы готовим с вами на джеме это у нас он спокойно подождет когда у нас сбитый белок будет мы можем включить опять же на нагрев и прогреть наш белок до того состояния которое вообще нужно для того чтобы ничего по поверхности не скользило можно подложить либо влажную салфеточку любое полотенечко вот и таким образом мы взбиваем по поводу размера емкости в которой мы взбиваем следует очень хорошо все продумать потому что это очень важный момент если емкость будет большая вы просто-напросто не взобьете у вас будет все разбрызгиваться и расходиться по всей скажем так плоскости и ничего не взобьется так по поводу рожков сегодня мы с вами будем готовить зефир именно в рожках что нам нужно сделать мы должны изолировать наш рожок от влаги вот такие вот рожочки буду использовать они продаются абсолютно во всех магазинах для кондитеров также их можно найти в торговых центрах там где продают мороженое и если вы договоритесь можно тоже с легкостью у них их купить вот они недорогие это отличный вариант подарка это отличный вариант даже для кэнди-бара если мы будем использовать точно так же такие рожки очень хорошо расходятся на детские праздники если мы будем делать всевозможные вкусняшки я очень часто делала в таких рожках и маршмеллоу продавала детки их очень хорошо любят и ценят и уважают скажем так вот поэтому для всех абсолютно праздников на выпускные можно предлагать можно предлагать на детские дни рождения которые происходят да и в садиках и в школах самое главное найти клиента и поверьте все будут довольны а что нужно сделать с нашими рожками перед тем как делать туда и вообще оттаживать наш зефир как вы видите я их уже изолировала а чем мы можем изолить зачем это нужно делать во первых наш рожок это вафелька которая очень чувствительна к влаге в зефире есть влага соответственно если мы не изолируем наш разок он просто-напросто размокнут но мы захотим есть как в морожене да чтоб у нас вафелька хрустела чтоб нам было приятно поэтому я изолирую все либо же шоколадом либо шоколадной глазурью вот растапливаем шоколад либо шоколадную глазурь либо микроволновки либо же у кого нет микроволновки мы просто можем что использовать мы можем взять мисочку точнее кастрюльку налить туда горяченькой воды поставить сюда просто тарелочку с с капельками с шоколадом либо же шоколадной глазурью вот у меня глазурь я ее растапливала на водяной бане вот и вот такой широкой кистью мазала просто в серединке шоколадной глазурью вот эти вот вафельные рожки это очень важный момент не важно какую какую вы будете глазурь использовать либо она будет черная либо же белая точно также шоколад не важно а черный белый молочный но обязательно изолировать нужно именно для того чтобы наша вафелька густела и чтоб ее было приятно кушать как вы видите у нас белок с гема очень хорошо подбивается но это еще не все самое главное чтоб наш белок начал наматываться на венчик это самый важный признак того что у нас будут готовы наши белки наша меренга к тому что в нее вливать большое количество сиропа а если на первоначальном этапе плохо взбились белки с пюре либо же в данном случае у нас с джемом то не ждите хороший результат масса получится не плотная масса получится не воздушная да и четких лепестков у ваших цветов просто не будет поэтому самый первый и важный момент это правильно взбить меренгу то чем мы сейчас с вами и занимаемся одновременно слежу за сиропчиком сироп уже готов я его ставлю прямо на минимальную нагрев просто поддерживать тепло и поддерживать ту температуру которая есть вот потихонечку белок начинает собираться наматываться потихонечку начинает все уплотняться все безумно вкусно пахнет вот но если вы будете готовить даже на на свежих ягодных пюре то что я и даю на курсе мы там не занимаемся неувариванием ничем мы готовим просто на свежих пюре то там все намного вкуснее представляете да положить свежую малину свежее яблоко положить свежую тоже клубничное пюре до абрикосовый очень вкусный на свежих на замороженных до ягод так это намного вкуснее чем просто покупной джем понятное дело что там производители добавляют всевозможные и ароматизаторы и стабилизаторы и чего там только нет но это прекрасный вариант для тех кто хочет научиться это сто процентов по этому рецепту у вас все получится я хочу чтоб начали работать начинающие и ничего не боялись смотрите насколько масса начинает наша уплотняться если мы видим появляются вот такие вот я прям медленно кручу характерные пещерки что это значит что наш белок достаточно плотный он хорошенько намотался на венчик появляется при взбивании вот такие вот характерные пещерки что такое пещерки то есть он не ровно до а взбивается а начинает расходиться и у нас даже дно чаши вон видно вот его основная масса у нас собирается все на венчике вот это вот самый главный показатель того смотрите все наматывается на венчике видно да в одной стороне кручу меня наматывается это самый главный показатель то что наша меренга взбито и только в такую вот пышную меренгу можно вводить наш сироп давайте посмотрим на наш сиропчик как он у нас выглядит а вот он у нас уже достаточно густой смотрите он потихонечку кипит и смотрим что у нас получается сиропчик да сказала что мы будем варить с вами без использования термометра и для того чтобы понять готов у нас сироп или нет у нас с лопатки либо зашло с ложки до данном случае у меня должна свисать вот такая вот непрерывная капелька вот она прям не падает вот вот это вот именно вот эта капелька свидетельствует о том что наш сиропчик готов и что мы можем его смело начинать вводить в нашу взбитую меренгу вот она видно да что она не спадает такими непрерывным непрерывно вот так вот тянется вот это вот это и есть капелька вот что мы делаем мы начинаем я сейчас начну одна рука у меня будут сбивать включаем миксер на всю мощность и потихонечку мы начинаем вливать почему потихонечку все потому что еще важный момент забыла вам сказать так как мы работаем по классической технологии наш зефир очень очень быстро остывает я ставлю это все на водяную баню вот вот всю все что у нас есть мы ставим взбивать на горячую кастрюльку меня вода закипела в процессе того как сироп варился у меня вода в кастрюльке на этом моменте мы будем взбивать всю нашу массу заваривать мисочка у нас будет подогреваться от водички горячей которая находятся до в кастрюльке ниже вот и наша масса так как это у нас классическая технология здесь зефир очень быстро остывает стабилизация зефира происходит уже при 40 градусов поэтому работать нужно очень быстро не медлить потому что все может резко за стабилизироваться да и скажем так вот и начинаем это все взбивать когда мы ввели а полностью весь наш сироп смотрите зефир долго не буду взбивать потому что масса у нас получается очень пышная и как вы видите она прямо вся хочет намотаться прямо на венчике да то есть здесь можно даже не продолжать больше взбивания ну как мы ввели наш сироп все можно смело останавливаться масса пышная плотная образуется вот такие вот пещерки опять же когда как приготовление нашего белкового крема я показывала как выглядит сама меренга на том этапе когда она должна быть такая прям взбитая взбитая вот поэтому на этом моменте мы останавливаемся и видим что практически вся большая часть массы у нас наматывается на венчике вот это вот самый главный показатель того что наш зефирчик вообще в принципе получился да вот такая вот плотная пышная и сейчас с этой массы мы начнем ее заливать в наши рожки можно брать насадку можно работать без насадки кому как удобно вообще да в принципе вот но мы поработаем сейчас насадочка я просто хочу посмотреть как она купила новую насадку это может насадка 336 неважно номера здесь не суть в том что такая у вас насадка просто вся суть в том что нам нужно заполнить сам посмотрите какая красивая масса получается все очень вкусно пахнет вот и на этом моменте мы будем стараемся все собирать с провока вот чтобы у нас ничего не загустевала не застабилизировалась и в первую очередь нам нужно заполнять наши рожки они у меня еще раз повторюсь да уже за изолированные от влаги вот таким вот образом мы наполняем загоняем насадку вниз и со всей мощностью давим вот можно делать вот такие вот мороженки деткам на продажу дату опять же повтори повторю что это можно делать его все и в детские садики в школы предлагать вот такой вот вариант но так мы сейчас будем еще делать зефирные цветочки сверху вот мы я отсажу вот такие вот основки и до тех пор пока мы начнем работать сосновками даст нашим зефирчиком у нас вот эти вот в рожках уже все застабилизируется вот теперь что я делаю я прямо несколько сделаю за виском потому что у меня лишняя масса будет не нужно сколько много здесь рожки маленькие соответственно здесь и не нужно слишком много использовать и чуть-чуть масла мы оставим на мешок где у нас будет насадочка вот такие вот завитки сделаю послушайте как трещит зефир это залог того что мы его сделали правильным плотным и у нас получается вот такая вот пышная и устойчивая масса вот ну можно делать всевозможных различных рисунков и далее вот но так как у меня уже масса закончилась я сейчас приступлю еще к окрашиванию чем можно окрасить нашу зефирную массу это любые гелевые либо же просто сухие красители которые вы любите те оттенки которые вы любите да вы можете использовать вот я буду пользоваться сегодня вот таким вот а гелевым красителем чтоб рекор он у меня гелевый и мне очень нравится вот этот вот оттеночек которые у него вообще есть вот осадочка будем работать сегодня номер 127 это прямой лепесток я сейчас отсаживаю нашу сумасы мы сейчас приступим с вами работе делаем наши зефирные цветочки именно для того чтобы зефирная масса дольше сохраняла тепло мы можем что использовать мы можем укладывать это все в двойные пакетик во втором складываем это все и устанавливаем нашу основную насадку основной мешок с нашей насадочкой быстро приступаем с вами сейчас мы перейдем сразу на рабочую поверхность чтоб не было намного удобней и скажем так все вам показывать перейдем на рабочую поверхность и приступим сразу к работе насадочка номер обязательно должно быть правильно организован с зефиром да почему потому что у нас здесь лет очень быстро стабилизируется и нас должны быть перед нами заготовленные бумагные салфеточки полотенчика влажный до который мы сможем вытирать нашу насадочку чтобы у нас ну ничего скажем так не тянулось насадочка номер 127 самая популярная она должна быть у каждого когда мы работаем зефиром и ее немножко расширяем не сужаем наоборот как мы работаем с кремом да вот таким вот образом она выглядит я ее перед работой немножко с зефиром расширяю вот и размер у нее два сантиметра 20 миллиметров замеряем от пяточки к носику мы должны понимать что у нашей насадки есть а пяточка это широкая часть насадки есть носик да вот пяточка внизу и сверху находится носик так вот где будет находиться пяточка где носик я вам буду в процессе работы показывать это очень важный момент если вы не поймете да где будет в принципе находиться пяточкой носик вы не сможете сделать цветочки чем больше основа у нас будет получаться в любом нашем цветке а тем будет скажем так а больше наш цветок смотрите левая рука будет крутить рожок как гвоздик и закручивать вот такую вот ну как бы основочку до для нашего будущего цветочка далее что мы делаем левая рука как гвозди крутит правая просто давит на мешок и отсаживает лепесточки как мы будем отсаживать наши лепесточки мы вокруг вот этой основке ставим пяточку таким образом и начинаем отсаживать первый лепесток можно друг на против друга до сделать чтоб они вот так вот выглядели у розочки до раскрывались далее в шахматном порядке между теми тем лепестком и наклоняемся все уже ближе к низу почему чтобы мы скажем так сделали устойчивую основку для нашего цветочка вот таким вот образом вот не обязательно это все делать нахлёст если мы видим что основка у нашего цветочка не сильно хорошая да вот мы можем ее укрепить пяточку ставим в то место где нужно укрепить эту основку нашего цветочка вот у меня пяточка прямо скользит по основе всего рожка обязательно протираем насадку чтоб она была чистенькая и продолжаем за дальше а закручивать лепестки можно в шахматном между теми тем лепесточком вот таким вот образом а здесь можно уже работать скажем так как бы в нахлёст до отсаживать вот такие вот лепесточки у нас получается вот такая вот серединочка после того как мы сделали лепесточки нам уже нравится в принципе серединка до основка мы можем начинать раскрывать лепесточки нашего цветка то есть мы можем их чуть расширять что как мы можем это сделать до увеличивать их мы должны спуститься чуть ниже уже вот пяточку ставим в этом месте и начинаем раскрывать вот они лепесточки которая начинает раскрываться да не обязательно внахлёст мы можем вот таким вот образом по разным сторонам до отвести показать что у нашей розы раскрываются лепесточки зайти в сам низ и начать раскрывать лепесточки в этом месте можно сделать немножко по-другому да я могу лепесточки прицепляем только пяткой в том месте где мы видим в этом необходимость да вот мне вот здесь нужен лепесток я захожу туда пяточкой и вот таким образом прицепляю здесь немножко раскрылся да прям чересчур когда мы будем упаковывать это ну скажем так не очень-то хорошо вот первый готов точно так же мы можем делать с другими цветочками до их укладывать в нашем скажем так рожки вот опять же чем больше основка у нашего будущего цветочка чем больше получится цветок если у вас такая задумка что вам нужны маленькие до цветочки потому что даже несмотря на то что допустим рожок той маленький но даже ребенок вот эту вот вот этот рожок он просто не в силах будет съесть почему ну потому что во первых и роза смотрите какая она огромная до получается поэтому если есть задумка что это детки маленькие допустим и вы будете отдавать все таки вот эти вот заготовочки дорожки предлагать для детского сада то там нужно делать такой мини вариант и отсаживать намного меньше и те же цветочки да вот вот это вот чуть у нас будет меньше чем меньше мы делаем размах для нашего цветочка тем меньше конечно же у нас получится любой наш цветок в принципе вот такие вот шикарные рожки а как их упаковать вы можете зайти ко мне на страничку завтра я опубликую у себя пост покажу как правильно можно их упаковать как можно их презентовать обязательно с красивой ленточкой и это будет просто прекраснейший вариант подарка то же самое можно делать и на свадебные кинди бары до предлагать но в основном вот такие вот рожки любят детки еще раз повторюсь можно на школьные дни рождения предлагать на ярмарках можно вот сейчас будет лето до в парках будут проходить всевозможные акции праздники вот если у кого-то есть возможность участвовать в всевозможных до праздников и на ярмарках вот это прекрасный вариант показать себя и хорошо заработать потому что на ярмарках сколько я вот лет участвовала и делала и маршмеллоу вот таких вот рожочках их очень хорошо берут очень вот по поводу листиков можно делать листики можно не делать смотрите вы тут размах да в этой розе сделали намного больше намного такая она намного прям больше кажется да вот поэтому если вы будете цену назначать соответственно должны быть одинаковые цветочки а вот и не совсем скажем так вот это вот прям вообще вот прекрасно да она и небольшая и не маленькая такая вот средненькая вот что хотела сказать если вы ну не умеете доработать еще с цветами как научиться работать правильно именно начинающему вы видели да что половину массы я взяла у меня половинка массы ушла именно на то чтобы заполнить сами рожки у меня их было пять штук даже четыре а ну да пять штук мы запомнили вот один остался вот получилось у нас сколько ну 5 полноценных если считать завитков кстати вот эти завитки я могу уже трогать руками да то есть уже они схватились уже застыли поэтому что я и говорю что зефиром нужно работать очень быстро и если вы не умеете работать еще с цветами опять же отсаживайте а половину массы просто завитков а со второй половины масс составляете на два на три себе буквально цветочка и тренируйтесь каждый раз когда готовите зефир потренируйтесь сегодня допустим пион сделали завтра научились гортензию послезавтра там розу и так далее вот когда вы потихонечку постепенно не нужно не нужно никуда спешить да вот и вы можете и вы можете научиться таким образом делать цветочки что касается стабилизации зефир стабилизируется уже при температуре 40 градусов как вы видите он уже остыл соответственно уже схватился с такого зефира но уже просто нельзя делать цветочки даже в конце этом делала уже начинал такую по краям начал уже немножечко под застывать вот и сейчас покажу ошибку самых многих таких до начинающих кто начинает и делает цветы и они получаются рыхлые что это значит что ни в коем случае уже такой зефир нельзя выдавливать из мешка лучше уже его оставить пускай он в мешке там уже застабилизируется да так вы сидите хотя бы нормальную зефирку после того как он уже застабилизируется смотрите какими хлопьями прям вот видно что он но еще не совсем да видно что он такой рыхленький уже вот такой зефир уже отсаживать нельзя уже вас не будет плотной консистенции у вас не сможет нормально созреть а внутри будет каша выделяться сироп он будет мокрый а вот вот это вот самая главная ошибка давайте еще немножко подождем пока застынет и покажу какими прям хлопьями он начнет выходить из насадки вот такой зефир уже для цветов отсаживать ни в коем случае нельзя вот что хотела сказать да а если вы хотите научиться делать цветы то ни в коем случае не бойтесь вот рецепт дала в самом начале пересмотрите потом эфир все есть подробная погромовка у вас там будет вот кто хочет научиться делать зефирные цветы не бойтесь это все возможно даже новички исправляются у тех конечно же у кого есть большое желание вот я вас приглашаю на онлайн-курс по зефирной флористике а если вы хотите заработать если вы например мама до либо же домохозяйка просто либо мама в декрете которая сидит и хочет выйти на дополнительный уровень дохода я вас приглашаю стоимость обучения всего лишь 2500 рублей вместо 3500 будет по скидочке вот поэтому если хотите приходите всему вас научу вы научитесь творить вот такую вот красоту и конечно же продавать ее и зарабатывать на любимом деле это один из курсов который реально на котором можно заработать стоимость обучение отбивается сразу при первой же продаже букета не обязательно пока у научиться делать все вот эти вот шикарные цветы поначалу хотя бы делайте а моно букеты это букеты из роз на предлагайте их на продажи поверьте они очень хорошо расходятся сейчас впереди и последние звонки и выпускные будут и воспитателям и учителям все будут заказывать то есть никто без заказов не останется что у нас будет на курсе у нас будет очень большое множество именно сортов пионов всевозможных и махровых и полу махровых и не махровых пионов которые просто будет невероятно да красивая курс уже в записи а все что заявлено в программе кому интересно пишите мне в личное сообщение я всем и каждому отвечу после эфира я закреплю ссылочку на свою страничку где вы сможете меня найти присоединяйтесь в телеграм-канал телеграм-канале меня можно найти повод этому вот нику можете сделать скрин в к меня можно найти точно по такому же нику только в конце добавляем вот если кому интересно после эфира я прикреплю обязательно ссылочку на свой аккаунт и вы сможете перейти прямо в личное сообщение в телеграм да то есть не нужно будет искать по каким-то мессенджером куда там писать и долго ждать или грамм не отвечаю всем очень быстро вот что вот на курсе всевозможные виды хризантем георгин которые астры астры георгины я показываю это все без насадок опять же всю подробную программу обучения все фото и видео которые цветов которые у нас получились на курсе я все отправляю вы сразу можете ознакомиться очень много цветов показываю без насадок там уже есть все цветы что заявлены до в программе и там и пионы и розы остина и всевозможные розы и бакаловидные розы и розы остина и пиановидные так дальше вот так же мы делали вот такую весеннюю композицию это вот такая вот корзиночка мимозы тюльпаны мускари нарциссы выглядят просто все как живое вот почему бы человеку да не купить это все вместо живых до букетов это прекрасная альтернатива живым во первых это все очень безумно красиво а еще и съедобно да не нужно будет выбрасывать да как обычный там букет показываю на курсе как собрать цветы именно корзины вот такие вот так букеты да как обычный каркасным способом букета мы собираем вот вот такие вот букеты собираем и всевозможных до цветов еще раз повторюсь курс записи и уроки будут пополняться то есть за а те уроки которые будут пополняться те кто уже присоединились по этой стом стоимости 2 500 вам доплачивать уже не нужно там еще будет очень много цветов вам готовится уже к свадебному сезону предлагать да вот поэтому все смогут заработать в чем плюс зефира что он очень низкие себестоимости несмотря на то что там агар хотя его капелька там да идет вот заготовили яблочное пюре вот ягодные пюре и все все красиво вкусно и дорого смотрится то есть ориентабельность на именно зефирных букетов очень большая поэтому кто хочет присоединять на сколько времени остается курс курс доступ постоянный обучение именно по зефирной флористике на яндекс диске на google диска вот а также у кого есть и работает еще instagram закрытом аккаунте instagram там тоже очень удобно обучаться там все идет по порядочку сначала мы что я делаю я на курсе даю сначала две рецептуры белковых кремов белковый это завар белково заварной крем на итальянской меренге на заварной на водяной бане получится сто процентов у каждого там такой степени мелкие до нюансы я рассказываю что не получится он просто не может почему даю белковые крема потому что по текстуре в наш зефир наиболее до похож на текстуру белкового крема мы сначала отрабатываем практику создания всех цветов на белковом креме и только потом переходим к изучению зефир зефир будем готовить по двум технологиям это заварная классическая вот без уваривания пюре вот и вот программа очень насыщенная кто хочет именно научиться приходите всему научитесь и будете зарабатывать очень много отзывов у девочек что реально уже не то что отбили до стоимость у них уже во всю заказы и даже те кто боялся впервые никто ничего не умел вот уже купила пасхальный курс очень интересный доходчивый вот ну да в пасхальном курсе там тоже очень много цветов поэтому кто хочет еще до научиться присоединяйтесь вот еще будут скидки на уроки по пряничной флористике это тоже очень низкий себестоимости продукт но если вы научитесь создавать реалистичные цветы пряники тоже очень востребованы этой мини букеты всевозможные да там по два по три ольга ну где-то по три цветка по два листика делать то же самое расходится очень хорошо на праздники на всевозможные сейчас опять же повторюсь и последние звонки будут и свадебные букеты девочки из пряников уже вовсю готовят если купить да красивая кашпо корзину это все красиво презентовать тоже безумно красиво а что касается курса по пряничной флористике кто хочет научиться будет всего лишь 1500 рублей за 6 видео уроков вот но это просто по смешной цене там будет сборка трех видео уроков по пряникам один это будут пионы ромашки 2 это будут весенний там где у нас нарциссы сирень тюльпаны и открытые бутоны вот ландыши там будут по весеннему курсу а также весь летний букет некоторые цветы из них представлены там будут и лилии всевозможные очень красивые вогнутые показываю как делать люпины дальше георгины всевозможных сортов розы остина розы обычные до кустовые вот там будут калы георгины вот курс очень насыщенный даю два рецепта теста это тесто с медом и без со всеми пряностями и также тесто без меда почему потому что у многих есть аллергия что вот входить еще в курс в этот это 33 пряничные букета и три пряничные картины одну из них могу вам показать это пряник это деревянный спил с маками то есть это все пряник но выполнил вот таким вот образом там еще будут два очень интересных пряника с пионами с голубями а также с шиповником ну в общем цветов там очень много на тот второй картине кому интересно сбрасываю всю программу обучения все фото и видео именно в личное сообщение чтобы могли ознакомиться какие вы сможете работать парить до после этого курса сразу скажу что вы сможете делать практически все цветы не нужно никаких вложений нужна только одна насадочка это насадка 127 и все что вы видите перед собой все что на моей страничке если кто еще не присоединился к моей страничке пожалуйста присоединяйтесь вдохновляйтесь там очень много цветов много обучающих бесплатных эфиров а вот поэтому кто хочет реально научиться я вас всех приглашаю пока есть скидки это у нас цветы часть цветов зефирного курса все просто невозможно доставить и все показать там просто нереальных больших размеров и всевозможные розы и пионы а просто вот в натуральную величину вот такие вот шикарные иранункулюсы и гортензии показываю как двухцветные вот такие вот красивенные как реалистичные орхидеи показывает это все на зефирном курсе кто еще сомневается приходите а всему вас научу цветов уже очень много на курсе вот 2500 рублей вместо трех пятьсот и потом курс будет только увеличиваться по цене потому что информации будут только добавляться но вами за нее уже потом не нужно будет доплачивать и так если вы хотите приобрести урок хочу еще и пряничный пишите мне все в личное сообщение не в комментариях потому что работают мошенники и они вам будут отвечать намного быстрее чем я оплата возможно только на мое имя будьте внимательны не попадитесь потому что многих уже обманули вот это не только у меня а и в остальных моих коллег вот что касается остальные до курсов у меня еще есть курсы по кремовой флористике кто хочет присоединиться на курсы по кремовой флористике это именно оформление тортов а кремовыми цветами а что это за цветы во всех абсолютно видео уроках цветы у нас не повторяются совершенно у нас есть отдельно собраны торты это с полевыми цветами там где маки ромашки васильки и колоски пшеницы вот и много других до цветов все торты вместе с приготовлением с рецептами рецепты торта очень вкусно и там и шоколадный торт и бисквитный с клубничным мармеладом вот такой вот легендарный мой торт пень который обожает все и повторяет как его делать показываю текстуру без специальных инструментов всевозможных а только теми инструментами которые дома есть у каждой хозяйки еще раз повторюсь все мои курсы очень простые вот здесь вот у нас мелколепестник щетинистый пионы в основном это не махровые махровые вот дельфиниум показываю как взять и просто выкладка цветов на торте 7 видео уроков вот всего лишь за 1600 рублей плюс у вас будут два рецепта по белковым кремом плюс заварной крем на сгущенном молоке тоже очень низкие себестоимости сделаны все цветы именно из него и цветы выглядят именно натуралистично там и гладиолусы и цинии и флоксы и клематис и в общем все цветы которые есть природе наверное уже есть у меня на тортах в моем курсе а вот что касается по пряничным букетом это вот такой вот пряничный букет это весенний ландыш и сирени нарциссы тюльпаны вот в story кстати посмотрите там девочки выставляют присылает свои уроки вот это вот пряничный букет это полная версия его а здесь и дельфиниум и каллы и люпины что будут очень актуально уже к лету лилии то есть ну букет просто шикарнейшие гортензии чего там только нету поэтому если вы научитесь работать и на пряниках вы будете всегда с прибылью неважно где-то в крутом городе в большом вы живете да в маленькой пряники можно отсылать даже по почте если их правильно упаковать вот поэтому кто последний курс на это кто хочет уже забежать последний вагон вы еще можете присоединиться именно к пасхальному курсу что такое пасхальный курс там у нас пасхальная выпечка в цветах на курсе будет три видео урока по куличам это творожный кулич это кулич краффин безумно вкусный с маком а также его можно сделать из вишней а далее кулич ванильный опарным способом то есть кто хочет вы еще успеете всему научиться если в этом году уже и поздно да то все у вас останется на следующий год потому что доступ курсу постоянные уроки вы сможете скачать себе на устройство и пользоваться в любое время вот такие вот куличи у нас все рассчитано и на деток и на взрослых и шикарные попроще композиции курочки показываю да как вот такие вот одуванчики курочки у нас на курсе даем очень вкусный рецепт мастики делаем мастичных цыплят делаем вот таких вот цыплят именно из крема никаких насадок не надо все это делается без насадок очень просто быстро и эффектно цветов на пасхальном курсе очень много все что вы видите перед собой это все с пасхального курса а цветы к чем можно оформлять до пасхальные куличи это у нас конечно же зефирные цветы это пряничные топперы цветы из белковых кремов который именно крем заваривается на водяной бане и цветочки получается просто как без и очень много цветов на курсе показала как сделать с насадками точно так же без насадок а вот перед вами композиция например да васильки сделаны здесь и с насадкой и рядом без насадки а вот маки одуванчики подсолнухи делаем без насадок уже то есть если вы даже дома у вас нету да не насадок не каких-то специальных инструментов а вы ну очень хотите порадовать своих близких не говоря о том что там можно еще и да на заказ у вас закажут вот вы с легкостью это все повторите так как цветов на курсе без насадок я делал даю очень ну скажем так нормальное количество которое можно украсить да это и подсолнухи без насадок и такие вот сиреневенькие цветочки тоже эффектно смотрятся ромашки васильки одуванчики вот колоски пшеницы можно сделать без насадочек очень много всего точно так же был эфир заходите ко мне на страничку был эфир по оформлению вот такого вот пасхального кулича именно зефирными цветами смотрите как дорого смотрится эффектно кто хочет научиться заходите смотрите эфир в бесплатном доступе и это все вы сможете повторить у себя на домашних условиях смотрите как прекрасно смотрится да это все у нас из зефирчика все все вкусно вот и скажем так эффектно что у нас еще будет на курсе по пасхальной выпечке это будет вот такие вот работа с пряничными топперами тоже даю там рецепт очень вкусного пряничного теста и у нас там будет вот такие вот куличики для деток вот вот такие вот лялечки это у нас 150 грамм кулич на нем вот такие вот пряничные топперы и поверьте вот такие вот пряничные точнее не пряничные а именно куличи с пряниками разбирает больше всего для деток а для них конечно же не жалеет ни денег ничего на подарки и бабушки и дедушки и просто родители заказывают всегда очень удобно брать такой кулич кто идет в гости например да и там компания деток всем по вот такому пряничному топперу достали поели все рады и счастливы вот такой красоте вы сможете научиться на пасхальном курсе и делать это все самостоятельно вот такие вот куличики разные будут заячьими ушками все конечно же с цветами потому что я люблю цветы но не обязательно если вы не умеете пока делать цветы вы потом научитесь конечно пока можно это все оформлять просто без решками либо же дано делать того же зефира как мы делали сегодня и отсадить маленьких разноцветных завитков и установить это завитки возле ушек вот тоже прекрасный вариант почему бы и нет да вот и таким образом прибыль ваша вырастет значительно мне уже девочки ученицы пишут что заказывать все идут но не знают как назначить цену поставили цену очень низкую а заказы поперли она ничего значит не успевает вот и конечно когда она предлагает просто обычные куличи посыпанные посыпкой то они говорят нет мы такой не хотим такой мы можем и в магазине купить мы хотим вот такое вот все красивое вот так поэтому чтоб не скажем так не свалиться до от бессилия именно в пасхальные наши дни последние когда будем уже готовить на заказ нужно продумать стоимость где будет стоимость до выше намного за какой-то сложный декор а если вы учит научены делать и умеете делать красивые цветы соответственно ваша прибыль еще вырастет вот если научитесь работать с пряниками еще выше будет вот поэтому нужно уметь предложить и конечно же заработать пока есть возможность да на чем заработать далее уже там с праздниками только свадебные сезон и там уже пойдут и пряничные букеты в пряне ой зефирные букеты и так далее вот очень красиво спасибо так ну что все если будут вопросы пишите мне либо в личное сообщение буду рада вашим отзывам сегодняшнего эфира сразу скажу если присоединяется здесь здесь на начинающие не бойтесь самое главное ничего не бойтесь вас все получится нужно только ручной миксер на практически на всех курсах я работаю только ручными же понимаю что не у всех есть планетарные да и не всех есть возможность его приобрести когда уже заработаете на планетарные то там уже вам будет намного легче но поначалу вам нужен только ручной миксер и у вас все обязательно получится всю эту красоту что перед вами я все сделала ручным миксером. Все, что у меня практически, да, на моей страничке, заходите, смотрите, знакомьтесь с работами. Там тоже все сделано практически одной насадкой и сделано только практически все ручным миксером. Поэтому, кто хочет, тот обязательно научится. Все, давайте я буду сохранять тогда. Следите за анонсами в моем телеграм-канал. Следите за анонсами. У меня на страничке ВК, где будут еще эфиры. Эфиры обязательно будут по пряничной флористике, по зефирной флористике. И будем голосовать, да, какую тему вы хотите. Потому что там уже ближе, да, к лету, наверное, будем оформлять все-таки тортики кремовыми цветами. Это будет очень актуально. Вот. Следите. И в телеграм-канал буду выкладывать бесплатные эфиры по кремовой флористике и по зефирной. Кстати, их там уже очень много. И на страничке ВК, и на страничке в телеграм-канал. Подписывайтесь. Там найдете очень много всевозможной информации. Вот. И полезностей всевозможных, а также рецептов. Все. Всех буду рада видеть. Давайте с вами будем уже сохранять эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!